29 октября исполнилось 100 лет комсомолу. Перед началом оперативного совещания юбилейный памятный знак ветеран комсомола Щелковского района вручили главам поселения, чья биография была связана с ВАЛКСМ. Продолжается подготовка к зиме. 156 единиц снегоуборочной техники будут работать на территории района. Алексей Валов предупредил о повышенном внимании к работе управляющих компаний, ответственных за уборку дворовых территорий, в том числе очистку их от снега. Управляющая компания отвечает за все на своей территории. Они уже должен из последних сил убиваться в период снегопада и убирать за них эти общественные пространства. Я думаю, управляющие компании хватит дворников для того, чтобы нам вести порядок. Недобросовестные управляющие компании не должны работать в районе. Это позиция властей. Компания «Профсервис» накопила огромные долги, обслуживая всего 7 многоквартирных домов в микрорайоне Богородский. Их жителям могут отключить лифты или уличное освещение. Они не заплатят, Алексей Васильевич. Их позиция не входить в Мосугул ЕИС. Общий долг предприятия 60 миллионов. Теплоцентрали они должны 26 миллионов. Водоканалу они должны 14 миллионов. Мосэнергосбыт – это цветочки. Теплоцентраль подала на банкротство. 13 ноября состоится суд по признанию банкротом. Если решение суда будет, в любом случае я уже обратилась к ИЖИ, они должны нам помочь, лишить их лицензии. По поручению губернатора наводится порядок на вылетных магистралях, крупных автотрассах, соединяющих Москву и область, в их числе Щелковское шоссе. Облик автомагистрали, в частности, не должны портить самовольно построенные объекты придорожной инфраструктуры. Ко всем подойти принципиально. Все наши вылетные магистрали должны быть освобождены от незаконных объектов. Я говорю, мы любым путем пойдем. Или через суд сносить, или договариваться, облик менять. Но в красных линиях дорог этого быть не должно. На совещании обсудили ход строительства набережной вдоль улицы Шмидта. Работы усложняют неучтенные коммуникации, проложенные без какой-либо технической документации, а также непростая геология берега. В связи со строительством рядом второго корпуса лицея номер 7, Алексей Валов поручил более тщательно обследовать местность. Я хотел бы, чтобы, когда мы будем строить там школу, чтобы там тоже с геологией проблем не было. Поэтому прошу там по бурению сделать как бы почаще, чтобы мы понимали, что там находится. Для того, чтобы в будущем фундамент был не такой степени сложный при работах. О выполнении программ по обеспечению жилыми помещениями рассказала замглавы администрации Ирина Иванова. В этом году улучшили свои жилищные условия 14 семей-очередников. 11 детей-сирот обеспечены квартирами. 15 молодых семей воспользовались программой помощи по частичному погашению ипотеки. Выделяется служебное жилье медикам и учителям. Расселяются аварийные и ветхие дома. В рамках реализации программы переселения сверхаварийного жилья в 2018 году нам переселено 55 семей. 147 человек. Общей площади предоставлено к жилым помещениям 3029 миллиметров. Район успешно реализует программу «Безопасный регион», в рамках которой устанавливаются системы видеонаблюдения на дорогах и в общественных местах. Мы начинаем устанавливать безопасный подъезд. У нас 20 камер в подъезде, видеонаблюдение уже появилось. Это как пилотный проект. Сейчас мы прорабатываем с управлением ЖКХ и Министерством ЖКХ по субсидированию данного проекта. Ежицы изъявили желание видеокамерой на входные группы. Продолжается работа по вовлечению в оборот земель сельхозназначения. В этом году район план перевыполнил. А по прогнозам на 2020 год в районе не останется неиспользуемых сельхозземель. Россию ожидают три выходных дня, посвященные государственному празднику – Дню народного единства. В нашем районе запланировано порядка 18 мероприятий. Главные пройдут 4 ноября в Щелкове на площади Ленина, а также в усадьбе Гребнево. Подробности обсудили в рамках оперативного совещания. Мы провели на сегодняшний день ряд организационных совещаний со всеми службами района по организации проведения этого мероприятия и, самое главное, безопасного проведения этого мероприятия. Ожидаем порядка 2000 человек на площади Ленина. Кроме того, 3 и 4 ноября в учреждениях культуры пройдет всероссийская ежегодная акция «Ночь искусств». Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».